Санкт-Петербургский лесотехнический университет готов принять абитуриентов из Абхазии. Ушла частичка истории. Не стало ветерана Великой Отечественной войны Ильи Ачба. Около 60% выплат за март. О ситуации с выплатами абхазских пенсий и пособий. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочую встречу с министром юстиции Анри Борциц, который рассказал об итогах работы ведомства за прошлый год. Поделился рабочими планами на 2021 год. Так, в предыдущем году оцифровано 23 980 свидетельств индивидуальных предпринимателей и 7 тысяч юридических лиц. В основе плана работы на 2021 год лежат мероприятия по совершенствованию работы как центрального аппарата Минюста, так и территориальных подведомственных органов. Анри Борциц также доложил о результатах встречи с министром юстиции России Константином Чуиченко, на которой обсуждались вопросы взаимодействия центральных аппаратов в сфере развития цифровых технологий ведомственного администрирования. В Москве намечен план взаимодействия между службой судебных исполнителей Минюста Абхазии и Федеральной службой судебных приставов России, сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, деятельности в сфере нотариата и органов ЗАГС и других. Кроме того, принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного и эффективного решения поставленных задач. В завершение встречи Александр Анкваб поручил главе Минюста провести в 2021 году работу над улучшением нормативно-правовой базы для упрощения гражданам обращения с документами и процессом их оформления. Участники международного армейского конкурса «Саянский марш» завершили выполнение всех этапов соревнований. В состязаниях принимали участие 8 команд Абхазии, России, Южной Осетии, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и женской сборной Министерства обороны Российской Федерации. По информации статс-секретаря, заместителя министра обороны Абхазии Олега Аршпа, несмотря на то, что абхазские военнослужащие впервые принимали участие в конкурсе, они проявили себя достойно. Первое место в «Саянском марше» заняла команда из России, второе – Китай, третье – Узбекистан. Министерство обороны Абхазии выражает благодарность исполнительному директору Международного культурно-делового центра Республики Абхазия Олегу Лакоба и руководителю торгового представительства Абхазии в России Олегу Барцец за информационную и финансовую поддержку. Абитуриенты из Абхазии могут поступить на бесплатное отделение Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. Поступление стало возможным благодаря соглашению между университетом и Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом. О возможностях университета в репортаже Эсмагуланзе. С 1 марта начался прием документов в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова. В этом году студентами бюджетных отделений вуза могут стать абитуриенты из Абхазии, а также представители Абхазо-Абазинской диаспоры в Турции. Санкт-Петербургский государственный университет предоставил нам порядка 20 бюджетных мест. Это как на очное обучение, так и на заочное. Кроме того, есть возможность поступления в магистратуру. Желающие поступить на бюджетные места очной формы бакалавриата должны подать документы до 20 июля текущего года, на заочную соответственно до 11 числа, а на магистратуру до 6 августа. Санкт-Петербургский лесотехнический университет – один из крупнейших и старейших вузов России. Его история связана с развитием лесной отрасли и потребностями в квалифицированных кадрах разного уровня и профиля. Университет реализует программы среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. За время своего существования вуз подготовил и выпустил более 75 тысяч специалистов в области лесной промышленности. Перечислю некоторые направления, поступления на которых предоставляет университет. Это как ландшафтное устройство, вопросы связанные с лесом, лесообработкой, технические направления, специальности, деревообрабатывающая промышленность. Но также есть такие специальности, как государственное управление, менеджмент и ряд других очень полезных востребованных направлений. Кроме того, хотелось бы отметить, что сейчас рассматривается возможность приезда в Абхазию членов экзаменационной комиссии, которая будет проводить испытательные собеседования на базе Абхазского государственного университета. И все желающие смогут, мы рассчитываем здесь на месте, пройти эти испытания. Поступление в университет стало возможным благодаря соглашению заключенному между университетом и Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом. Благодаря личному участию председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Хабалевича, Экзекова, стало возможным подписание этого соглашения с Санкт-Петербургским лесотехническим университетом, понимая значимость предоставления качественных образовательных услуг нашей молодежи, с надеждой на то, что эти специальности в дальнейшем будут здесь востребованы. Работа велась и вот сейчас имеем возможность как бы уже на практике реализовать достигнутые договоренности. Более подробная информация о поступлении в Санкт-Петербургский лесотехнический университет указана на официальном сайте ВАК. С каждым годом свидетелей и участников Великой Отечественной войны становится все меньше. На сотом году ушел из жизни ветеран Илья Ачба. Он воевал в составе Третьего Украинского фронта. Принимал участие в боях за освобождение Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии и Венгрии. В памяти бесстрашного воина участников Второй мировой войны посвящен наш следующий сюжет. Эти кадры были сделаны в мае прошлого года. Ветеран Илья Ачба рассказывает нам о Великой Победе, о своей непростой и в то же время захватывающей судьбе и о том, как несколько раз чудом оставался жив. Несмотря на то, что давно отгремели бои Второй мировой в свои почти 100 лет, он отчетливо помнил события 1941-1945 годов. Тогда Илья Захарович нам рассказал, что призвали его на службу в ряды Красной Армии в 1940 году. Войну же он встретил на границе с Румынией в составе дивизии, которая два месяца удерживала свои позиции. А потом они пошли в отступление до самой Одессы. Илья Захарович был ранен в ногу и руку, но все же после лечения он рвался на фронт, участвовал в Яско-Кишиневской операции, освобождал Болгарию, Югославию, Венгрию. Особенно часто Илья Захарович вспоминал ожесточенные бои у Дуная, ведь там погибло немало его товарищей, а он сам был вновь тяжело ранен. Остались только 6 человек, в том числе я остался. И вот 12 марта 1941 года я получил второе ранение, но уже тяжелое. О таких, как Илья Захарович, говорят, родился в рубашке. После очередных ранений солдат Красной Армии вновь был направлен на лечение в батальонный госпиталь. Однако на второй день после операции больницу разбомбили немцы. Погибли практически все. А Илью Захаровича спас шкаф, который стоял у его кровати. От ударной волны шкаф упал и прикрыл его. У меня счастье было, когда мне уложили на первый этаж большой вот так шкаф был. Он ударил, вот этот шкаф мне выдержал. После произошедшего солдат продолжил лечение в другом санбате. Состояние раненых ухудшалось с каждым днем. У многих началась гангрена. У Ильи Захаровича тоже. Но ему опять повезло. Илья Захарович встретил земляка, медика из Ачимчиры Сократа Аршба, который не дал врачам лишить его руки. О том, что закончилась война, Илья Захарович узнал в госпитале. После лечения он приехал домой в Ачимчиру. Устроился на работу шахтером в Тхварчал, где проработал более 40 лет, вплоть до начала Отечественной войны народа Абхазии. Илья Ачба награжден орденом Отечественной войны первой и второй степени и орденом Красной звезды. В марте ветерану Великой Отечественной войны Илье Ачба исполнилось 99 лет. Он мечтал дожить до 100 лет и отпраздновать свой юбилей, но не успел. 18 апреля ушел из жизни еще один ветеран. А вместе с ним и частичка истории. Гугуца Вардания, Абхазское телевидение. По данным, на 19 апреля пенсии за март уже получили ветераны и инвалиды войны. Лица, награжденные боевыми наградами из семьи погибших. Об этом сообщил председатель пенсионного фонда Денис Гулария. Профинансировано около 60% выплат за март. 20 апреля планируется профинансировать Куарчалский район. До конца этого месяца и другие районы. По городу Сухом и Сухомскому району отставание по выплатам пенсии составляет 20 дней. А по категориям, связанным с войной, меньше. На сегодняшний день общее количество получателей абхазских пенсий, пособий и доплат составляет 47 362 человека. Из них 8 914 получателей доплат к пенсии, так как они не получают российскую пенсию. На сегодняшний день у нас есть отставание по выплатам. За март месяц мы финансируем в первоочередном порядке. Мы профинансируем категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии. Мы все профинансировали. Финансирование начали с 6 апреля. По городу Сухум и Сухомскому району уже выплаты производились на следующий день, 7 апреля. На сегодняшний день процентов 60 полностью все районы республики. Сегодня буквально Сухум и Сухумский район, оставшиеся категории, мы профинансировали. И до конца месяца, на этой неделе, на следующей неделе мы планируем завершить оставшиеся 30% выплат. Это Туарчалские районы, Чемчирские, Гудаутские, Гагарские, Полирипские и Гальские районы за март месяц. И в последующем мы начнем финансирование выплат за апрель месяц. А в чем причина была задержка? Причина у нас, мы уже не раз и неоднократно об этом заявляли, связанная с пандемией. То, что было запланировано в 2020 году, поступления не допоступили, к сожалению. И у нас это отставание продолжается. На сегодняшний день отставание по некоторым районам, как мы видели, сегодня, то, что мы 19 число, мы профинансировали Сухум и Сухумский район. Это около 20 дней. Некоторые районы будут больше, но не больше месяца. И мы планируем буквально в первом полугодии, в третьем квартале отставания сократить и полностью, чтобы в месяц в месяц мы могли финансировать наши выплаты. 6 апреля Сухум и Чебоксары подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. В рамках визита в столицу Чувашской республики делегация администрации Сухума посетила Чебоксарский электроаппаратный завод. Данное предприятие сегодня развивает 4 бизнес-направления и готово решать комплексные задачи по строительству и реконструкции систем распределения электроэнергии от проектирования до сдачи объекта под ключ. Делегацию из Абхазии ознакомили с современным направлением производства микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики для различных энергообъектов. Потенциальным партнерам была показана автоматическая линия печатных блоков для индивидуального и серийного производства. Директор предприятия Петр Варганов отметил, что подразделение готово оснастить любые виды электростанции и подстанции напряжением до 220 кВт. Сделать это позволяет и кадровый, и научный, и производственный потенциал. Затем на Чебоксарском электроаппаратном заводе был организован круглый стол с участием представителей электротехнического кластера. Было отмечено, что встреча организована для того, чтобы предпринимательские круги городов-побратимов нашли точки соприкосновения и реализовали совместные проекты. В рамках визита делегации администрации Сухума в Чувашию также состоялась встреча с туроператорами. Стороны обсудили вопросы развития туризма и взаимовыгодного сотрудничества. Расширение репортажа пребывания делегаций администрации Сухума в Чувашии смотрите в нашей сегодняшней программе в рубрике «Амшик Шараяцу» после выпуска новостей. Государственный академический Большой театр России на своей исторической сцене открыл серию представлений оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос». В числе исполнителей главных партий – Пласидо Доминго, Химла Гирзмава, Анна Нетребко, Ферруччо Фурланетто, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева. Показы спектакля прошли с 14 по 18 апреля, сообщает ТАСС. 16 и 18 апреля партию «Элизавета» исполняла народная артистка России и Абхазии Химла Гирзмава. Именно в этой роли она дебютировала в Большом театре в 2016 году. Указом президента Аслана Бжаня за вклад в развитие народного творчества Борису Багателе присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». За многолетнюю плодотворную работу в области физической культуры и спорта «Высокий профессионализм» Назар Слалити Викторовне присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия». Соответствующий указ подписал президент Аслан Джани. Абхазский спортсмен Астамур Мамеда Глы покорил невероятно сложный челлендж «Эверестинг». Астамур выполнил все условия, показав отличный результат. Он прошел дистанцию на 124 метра больше, чем было необходимо. «Эверестинг» – пожалуй, одно из самых сложных испытаний в велоспорте. Для прохождения нужно выбрать один подъем и заезжать в него до тех пор, пока суммарный набор высоты не составит 8848 метров. Именно такова высота горы «Эверест». Астамур Мамеда Глы затратил на маршрут около 20 часов. При выполнении всех условий после финиша спортсмен зачисляется в элитный австралийский велоклуб «Хелс 500». И его результат будет висеть на официальном сайте. По словам Астамура, путь был нелегким, но с помощью группы поддержки ему удалось воплотить задуманные. Я принял решение 6 месяцев назад начать подготовку к «Эверестингу». Нашел себе тренера и начали готовиться. И на апрель месяц мы выбрали Сухумскую гору, фуникулер так называемый. Мне нужно было подняться туда 64 раза. Удачно прошли, но в конце нам не хватило 16 метров набора. И мы решили подняться еще и 65 раз. Суммарно у нас вышло почти 9 тысяч метров. Не хватает там около 20 метров, кажется, до 9 тысяч. По времени это заняло 20 часов 5 минут. Что самое сложное было в прохождении «Эверестинга»? Основная трудность именно нашего «Эверестинга», как мне кажется, заключалась в том, что у нас на фуникулеры убитая дорога. Абсолютно не предназначенная для «Эверестинга». Мы лично своими силами залатали половину ям бетоном, чтобы хоть как-то можно было спускаться. На подъем это никак не отражается, но на спуск это очень сильно влияет. И тяжело было спускаться, потому что руки, плечи, спина все болело. Это уже после 20-го круга начало все болеть, потому что от этих ям ты себе все отбиваешь. И именно спуск давался каждый раз очень тяжело. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник 20 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром преимущественно без осадков. Днем местами слабый дождь, поздним вечером ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Кэм Шипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова